Всем привет! Ходили сегодня с супругой на охоту за природными материалами. В частности, нужны были листы на новую работу. Я решил сделать песчаный берег обрывистый, на него поставить снайпера. Но это пока так, в разработке. В общем, вот что удалось добыть. Это конский щавель. После высыхания, кстати, вот эти вот вещи, они очень хорошо держатся. То есть нет того, что они там нападают или еще что-то. Поэтому из этого будем делать листву на березу. Очень хорошо подойдет. Набрал целую коробочку. Проходил мимо крапивы сухой, из нее получатся очень хорошие кусты. То есть вот из этих вот вещей, из ее семян, точнее то, на что крепятся эти семена, веточки. Вот. Это все осыпается. Получается вот такого подобного рода куст. Можно как кусты использовать, можно как сухие корни. Тоже очень полезная вещь. На мосту, кстати, вот кусты я делал именно вот из крапивы. Давно ничего не делал. Вообще руки ни к чему не прикасались. Как работа вступен, отвез. Кризис. Кризис. Дома стало пусто. Еще проходя мимо, не знаю что это за растение, но это уже подсохшая. Уже скинуло семена. Понравилась очень именно вот эта вот вещь, что цветочки здесь очень сильно напоминают лилию. Ну, не лилию, лотос или кувшинку. То есть можно использовать, когда будет работать с водой, какая-нибудь. Немножко уже высохших, высохшего конского щавеля. Это уже или красить, или использовать именно в том виде, в котором оно есть. Мне кажется, он чересчур ярко-красный. Больше подходил бы цвет для клена, чем для березы или какого-нибудь тополя, например. Намотал проволоки уже на заготовку. Сейчас примерно покажу, как это выглядит. Снимаю ее. Такая вот вещь получается. Низ немножко скручу, чтобы проще было уже работать с этим. Вверх разрезаем. Такие вот чудо-книпексы есть. Кстати, вроде кусачки, да, даже режут бумагу. Лучше всяких ножниц. Сейчас будем пытаться делать березу. Если другие деревья я уже делал, на работе с мостом там подобие какого-то лиственного дерева было, оно больше походит на тополь, наверное, нежели на березу. Береза она какая-то более заостренная кверху, то есть с ней как-то уже надо учитывать специфику дерева. Сейчас молот ствол скрутим. Не знаю на сколько сантиметров. На десять, наверное. Всего нам надо будет их три. Две побольше, одну поменьше. Ну, я там нашел фотографию. Фотографию буду делать. Так вот здесь сделал небольшой маленький сучок. Две штучки выведем. Вот они, две проволочки. Из них мы сделаем, ну, три что ли лучше. Три-четыре, чтобы потолще сучок. Сделаем первый мелкий сучок. Вот это был первый мелкий сучок. Сделаем небольшой отвод здесь. Сейчас пару оборотов еще сделать. Делаем небольшой отвод здесь. Я не знаю, если в принципе я буду использовать, прям целиком приклеивать вот эти вот вещи. Вот они очень сильно похожи на березовую листву. То есть если их целиком клеить, то не вижу смысла делать много мелких веток. Как на дереве на том же с мостом, где я просто обсыпал, делал много-много мелких отволитвений и засыпал все это вот листвой. То есть здесь буду пытаться упростить процесс. Так, это вот один сучок пойдет. Здесь же рядом сейчас еще один пустим. Нет. Вторую точку сделаем. Пустим еще один. Вот это будет здесь второй сучок. Вот тут у нас еще пойдет сучок. Как я понял по березе, по фото, то что она кверху, как сосна, становится очень тонкой. Поэтому будем пытаться к этому прийти. Так, вот эти вот мы отвели четыре. Скручиваем дальше. Так, сейчас крутили немного. Еще сделаем ответ. Тут уже поменьше будем использовать. Сюда отвод делаем. Посмотрим. Ужасно меня все это. Вот. Так, отвод сделала вот это еще одну туда. Вот здесь. вот получается у нас это смел снизу пустим мелкий раз отвод 2 отвод это что покрупнее это снизу пойдет дальше помельче пара выше еще один небольшой отвод этот наверно вплетем сюда пока тут из этого делим пополам дальше мы это использовать будем уже для веток и вот это вот макушка оставшиеся у нас то есть получается самый 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 верх вот из нее мы будем пытаться сейчас делите по две по три проволоки чтобы сделать из нее пушистую макушку а иначе у нас не получится береза в интернете очень много способов плетения непосредственно связанных с деревьев и все они немножко разные кто-то просто делает из очень тонкой проволоки на очень много пучков а я где-то нашел на забугорном канале как он там от выглядел примерно так вот есть проволоку на одну проволоку убирать в сторону вот из нее делать уже кучу сучков тем образом то есть он делает петлю делает 3-4 оборота ну что петля с это схватилась иначе распустится просто и все то есть здесь вот она уже не распустится потом из петли делает восьмерку ужасно видно тонко вот восьмерку и восьмерку уже заплетает тоже там 3-4 оборота делает получается такая вещь после этого ну то из этой петли делают восьмерку из этой петли делают восьмерку и таким образом у него получается мелкие ветки вот такая вот вещь здесь потом он петлю разрезает получается у него такая ветка и так вот вяжется все дерево полностью таким образом потом после того как все это свяжется процессы долгий после того как все это свяжется ветки уже гнутся как вам надо то есть вы уже выстраиваете крону конкретно где больше где меньше то есть как вам удобнее сейчас я этой березы займусь на может немного покажу еще конечно как тут что и 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 Докрутил березу, обмазал эпоксиленом и ветки прошел шпаклевкой, просто кистью. Сейчас все дело будет высыхать, потом буду красить и сверху наносить вот эту вот листву. Не знаю, наверное, прям подобным образом будет выглядеть. Вот так вот. Покрыл грунтом Боснии белым березу нашу, и вот что у нас вышло. То есть вот такая вот береза. В следующем видео мы уже будем ее окрашивать, озеленять. Кому интересно, ждите продолжения. Подписывайтесь на новые видео. Пока.